Сегодня мы разберем одну небольшую такую фишечку по смягчению или улучшению вкуса самогона. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, смягчение самогона. На эту тему у нас записано очень много роликов разных моих коллег. Но дело в следующем. Дело в том, что способов этих много и самое основное из них, что самогон, на мой взгляд, особо ни в чем не нуждается. Его надо просто после того, как вы его сделали, поставить в погреб минимум на 7 дней. То есть в темное, прохладное место. И он сам у вас смягчится. Ну а если уж он месяц там простоял, это будет вообще великолепный напиток. И здесь не надо ничего придумывать. Однако творчество самогонщиков все равно идет вперед. И придумываются разные фишки по смягчению самогона. И вот одной из такой фишек поделился со мной зритель канала под ником Макар Макаров. Вот что он написал. Здравствуйте. Хочу поделиться одним секретом, которым меня научила женщина из монастыря. На трехлитровую банку кладется две столовые ложки сушеной моркови, в скобочках натертой на терке и высушенной в печи, можно и в духовке. Настаивать две недели. Попробуйте, а нам всем потом расскажете. Ну, что же. Давайте попробуем. И я вам расскажу. Вот что написал Макар Макаров. Я не буду в этом рецепте делать вот трехлитровую банку. Я сделаю поменьше, я сделаю литр. Но, надеюсь, на вкусовые особенности этого напитка не повлияет. Берем банку. Здесь я уже высушил заранее морковь просто в духовке на 60 градусов, по-моему, порядка 40 минут у меня там она пробыла, и получилась вот такая сушеная морковка. Заложу я одну ложку и выберу один литр самогона и заливаю в банку. Банку я закрываю, не забываю приклеить этикеточку, когда поставлено, и отправляю на две недели в темное теплое место, после чего профильтрую и разолью по бутылкам, и мы с вами продегустируем. Дегустируем. Сразу хочу обратить ваше внимание на цвет, уважаемые зрители. Видите, цвет слегка мутноватый. Белый и мутноватый. Немножечко, так сказать, в желтизну. Значит, я сразу скажу, что когда настойка была готова, я просто через 4 слоя марли процедил, и все. Никакими ватными фильтрами я не пользовался, ибо хотел показать вам, что иногда спрашивают, а вот как сделать самогон слегка мутным, как это вот, допустим, в каких-то кинофильмах. Ну вот слегка он здесь, конечно, для кинофильмов он не дошибает, не дотягивается явно. Но, на мой взгляд, вообще прозрачность самогона, это и есть показатель его качества. Тем не менее, если вы хотите мутный самогон, вот этот рецепт достаточно простой, вот будьте любезны. Значит, давайте посмотрим по запаху. Вы знаете, чуть-чуть сладковый запах, но это вот, скорее всего, потому что это сахарный самогон, а не какой-то другой. Ну да, дополнительных запахов я здесь не вижу. А точнее, не чувствую. Ну что ж, давайте проведем уже непосредственно дегустацию. А вы пью я сегодня за Владимира Викторовича. Владимир Викторович, большое вам спасибо за поддержку канала. Пью за ваше здоровье. Ну, самогон однозначно стал более мягким и приобрел какой-то вкус. Вот. Извините. Не могу сказать, какой вкус. Это достаточно приятный вкус. Да. Достаточно приятный вкус, но описать я, к сожалению, его не могу. Он какой-то такой, ну, может быть, чуть овощной, что ли. Вот так вот. В общем, уважаемые зрители, я хочу сказать, что рецепт этот достаточно интересен. Самогон преобразился, он действительно стал мягче, он стал мутным слегка. И у него появился какой-то вот такой вот привкус, который, к сожалению, я описать не могу. Но я могу точно сказать, что я советую попробовать этот достаточно простой рецепт. Вы получите напиток, который либо вам понравится, либо нет. Здесь я ручаться не могу. Но мне кажется, что этот напиток достаточно интересен. Особенно если вот ставить его на стол, не говоря о том, на чем вы настаивали, это будет здорово. Ну и последнее, что я хочу сказать к этому рецепту. Я тут пока ставил самогончик этот, погуглил. Есть достаточно много таких рецептов, куда добавляется еще дополнительный ингредиент. То есть можно сюда добавить сахар, можно добавить сюда бутончик гвоздики и так далее. Это уже, уважаемые зрители, выбирайте сами. Как бы основу я вам дал, основа интересная. Рекомендую ее приготовить, учитывая ее дешевизну и простоту. И действительно весьма-весьма интересный вкус. На сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Подписавшись, не забывайте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. Ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей!